Из книги «Открытым оком» третьего тома, тема «Лаптин книги», вопрос 978. «Чувствуете ли вы большую энергию от аудитории? Ведь мы вам так благодарны за истинное слово», отвечает Игнатий Тихонович Лаптин. «У меня бывает внезапно возвышено состояние не только во время занятий, а когда я просто размышляю о Боге или пишу что-то. Настроение аудитории не всегда удается почувствовать, но на моих занятиях атмосфера ровная, полная тишина. Тишина. Два часа никто не издает ни единого звука. На последние два занятия приходила женщина в черном, и не одна. И она мне сказала в коридоре, что они ходят специально на наши занятия, ничего не записывают. А только молятся, чтобы Бог отнял от меня дар речи, и чтобы я не мог вести занятия, ибо эти занятия наши приносят людям только вред. На вопрос, какой они веры, они не ответили, но видно, что не христиане. Быть может, кришнаиты или просто колдуны. Первое время в большом зале было по несколько сот человек. Думаю, что они были не одни, пытаясь меня поразить своим, в кавычках, лазером, особой аурой черноты. Но душа моя была абсолютно спокойна, когда я слышал их угрозы. И я сразу же ответил им, вам ничего не сделать с нами, а вас Бог выдает отсюда, потому что мы молимся Иисусу Христу. Пред началом занятия мы всегда молимся своими словами, пропев перед иконами Царю Небесным. Иконы у нас большие, красочные. И Джонда Вилля. Образ Спасителя, Богородицы и Николая Чудотворца. Я сразу же объявил всему залу о разговоре с чародеями, попросил молитвенной поддержки. Люди зазирались друг на друга, не я ли Господи. Начали занятия, и я говорил слово. Мы проходим толкование Нового Завета по учению святых отцов Православной Церкви. И время от времени смотрел на стращавших меня. Они сидели на задней скамейке и все больше скручивались. Я не мог увидеть их лица. Обычно я этого не делаю, но на этот раз я неоднократно осенил себя крестным знамением. Когда кончилось занятие, я хотел переговорить с волшебниками, но они как испарились. И вот уже около восьми лет ничего подобного не происходило. Когда наше занятие посетил ректор университета Евстигнеев Владимир Васильевич, профессор, академик нескольких международных академий и профессор Кулейска Валерий Викторович, еще один секретарь, то он выступил здесь в аудитории, сказал много теплых слов в мой адрес. А позже спросил меня, вы замечаете, какие светлые, сияющие лица у ваших людей? Я сделал вид, что ничего не понимаю, что он говорит. Он улыбнулся и сказал, да что вы, у вас просто необычные люди здесь. Быть может, это как раз и есть то, о чем вы говорите. Ваша молитвенная помощь. Мы друг друга раним без меча, наш язык страшнее и острее, словом рубим ближнего с плеча, при размахе силы не жалея, зло отлов прочнее, чем отдел. Дело часто ранит только тело, а язык взял душу на прицел, ранит сердце метко и умело. Кто язык обуздывает свой, мудр тот пред людьми и Богом. Если поразмышлишь головой, языком навряд ли скажешь много. О, как много лишних, праздных слов, и не только грозных, злых, обидных, много мнимых, добрых языков, рискивых, выживых, хитрых и бесстыдных. Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства. Как же от него мы далеки? Как мы далеки от совершенства? Вера Кушнер Субтитры создавал DimaTorzok